Недавно попала в группу «Полгородничество», где некоторые люди собрались обрезать деревья, но не уверены. Вот они прошли советы, не трогать, а то радовать. А это нормально. Вы понимаете, в нашей стороне вот эта вот заманчивая замануха. Делать ничего практически не надо. А потом вспомните то письмо. А батя не послушал, ну давай перекапать. Ведь, наверное, тяжело ему было, ведь, допустим, 10 деревьев. А каждое дерево, если оно взрослое, ну это 10 квадратов. Умножаем на 10. 100 квадратов. 100 квадратов это что? Согласитесь, это сотка. Перекопать сотку. Это с ума сойти можно. А потом вспомните советы эти идиотские. А в течение лета еще три раза перекапывать. Правильно говорят? Если взялся избавляться от этого, от травы. Она же прет, ее же стоит только траву не выкосить, а именно выпалой. Месяца не пройдет, все опять по колено, если хорошая почва. Она опять по колено. И куда деваться? Ведь появилась возможность зайти новым этим самым семенам. Опять перекопал. Это каторга. Ну какой черт? И все равно, хоть им должно быть, вот вы говорите, некоторые люди собрались собирать деревья, но не уверены. Вот они прислушиваются. Но пока это радует. А потом все-таки кто-то додолбит. На каждой группе обязательно есть лидер. Если это лидер из тех, а их 100 к одному нашему. 100 к одному. А если нас кто-то пасть откроет, извините за выражение. Вот. Выскорить оттуда как ошпаренный. Там никто не думает. Там заранее все знают. Так. Так. Тут я, правда, почти ничего не понял. Ну ладно. Кому надо, тот поймет. Даня. Попробуйте вырастить Азимину в Сибири, а то все абрикосы. Извините, у нас пока абрикосы, это мечта идиотов. Вы знаете, в этих, Омск, Томск, Красноярск, Новосибирск, это самое, Тюмень, значит, этот самый. Все, начинает Урал это. Миллионы саженцев. И броню, что на месте вырастили. Нету абрикосов этих садов. Нету таких, которые вот с такими они. Показывают там, сколько их уже попадались на моих фотографиях. А вы вот решили, что? Это вас все пальцы гнете? Я не знаю, что такое Азимина. Почему я должен расти в Сибири? Я сказал, почему абрикосы нужно расти. Единственный человек, заказал крупную партию косточек, я ему что-то продал, что-то подарил. Спасайте мужика. Спаси, нет, не знаю. Серьезные эти самые, что, серьезные публикации, что в косточках мякоть, вот это, как оно по-другому, эти самые, ядышки, спасает это, является главным противоядием противопухоли. Вот что мне надо. А вы что, просто пальцы гнете, попробуйте вырастить Эзимину. А что такое Эзимина? Я бы сейчас залез в праще, посмотрел бы. Но сейчас не до этого. Почему не написать «попробуйте, апельсины вырастить?» Их же растят где-то на Кавказе. Почему лимоны не вырастите? Вон у меня на балконе, у каждого три лимона, этого мало. То есть не на балконе, а на подоконнике. Почему сразу не пальму с этими, которые на ней висят, как? Бананы. Зачем вы это пишете-то? А то абрикосы. Абрикосы – это пока мечта идиотов. Нас считают идиотами. Вы что-нибудь другое придумаете. Скажите, ребята, я с вами в душе. Я тоже хочу, чтобы у нас не болели. Это шанс, понимаете? Абрикосы, которые вы сейчас сегодня, многие об них не вытерли. Это шанс, это шанс. Для людей. Тысяча людей умирают в муках. Все по-другому нельзя было написать. Здравствуйте, Игорь Костянович. Привел этой весной волночную вишню на поросте обычной вишни. Хм, интересно. Так, это весной. А это вы нам скажете, ошибка или правильно. И мне только в голову не пришло. Для меня волночная вишня, Виктор, это вариант сливы. Не сливы, а вид очень близкий к сливе. На него и абрикосы умудряются привать. И сливы умудряются. И аллычу, и терм, и терм, и терм, и что только не это. Она настолько персик принимает. Правда, у меня сейчас есть персик привитый на волночную вишню. И зацветает, кстати. Вот потом вам покажу, когда цветет. Если замороз кименует, то еще не покажу вам эти самые персики. Она же у меня была в крытой форме. Это уже сенсация. Вот это роль волночной вишни. А вы взяли ее на обычную примере. Давайте подумаем, какова цель. Волночная вишня, она природе отводка не дает. Если удается сохранить какую-то одну. Ну, я как одного соседа, третьего, десятого раз сладкое, раз косточки, порастил. Они опять разные. И сладкие в соседе, и не сладкие. Вот это так же, как эти, казалось бы, фундук, культурный орех. Культурный. Вот такие, крупные, такие, ого-го-го, все есть. Ее еще надо умудриться размножить. Что, взял ее, есть такое соотношение 3 к 1. Косточку фундука взял, получил 3 дикаря. А четвертая только культурная. Это часто встречается. Так ведь. Вот куда деваться от диких предков. Вот так и тут. Волочь на вишне может быть сладкая. А в этих, я расцелаю косточки в овощи на вишне. Они опять будут сладкая, не сладкая, кислая, кисло-сладкая, опять сладкая. Видите как? А вы ее взяли и привили на обычную вишню. Для того, чтобы привить на обычную вишню, надо надеяться, что у вас она не просто в овощи, а она самая сладкая из в овощи. И прививка должна сохранить. Она быстро плодоносит на 4-3-4-й год. На 4-й обычно. Вот. Поэтому привать ее специально, чтобы быстрее получить урожай. Не обязательно. Вот вы взяли обычную вишню, а она кислая. Прибавит она сладость полностью? Неизвестно. Ну и попробовать можно. Значит, получается. Ответ такой. Ошибка или нет? Я не знаю. А вы нам потом расскажете. Она может еще и умрет тут же. Вот. Но я люблю вот таких, как вы. Я люблю вот так же экспериментировать. Считалось, что не может быть она. Вот она. Каждое поколение все лучше, вкуснее, крупнее. Это касается и груш, и абрикосов. Вот. А вот этому товарищу я скажу. Как он там? Что я ему скажу? Когда доберемся до вашей тены там. До вашей оземенной доберемся. Климат меняется. В теплую сторону. Наоборот. Перед, вперед. Быстрее, быстрее. Рисковать. Побольше заказывать. Все. Я не смог продать все орехи, маджушки. Ценнейшая вещь. Ничего. Сегодня две банки с этим, трехлитровой, с этими орехами. Сорвизированные. Моя, это Юлечка, моя племянница уже высадила. Сотню косточек персика высадила. Вот. И еще будет высаживать вишни. Вишни мы сроду вспоминайте. Вишни мы никогда не садили на то, чтобы вырастить. Ну пусть как подвой. Или просто корнесобственную вишню. Никогда вспоминайте. Не было в каталоге. Ни одного саженца не было. Так? Надо исправлять эту ошибку. Пусть будет. А потом встанете вы на нее прививать волочку. Это уже дело ваше. Так, Гусева хорошо прививает волочку на простую вишню. О, пожалуйста. Ирина Гусева уже знает то, чего я не знаю. Я просто не пробовал. Итак, волочка хорошо прививается на простую вишню. Так, Виктор, от вас информация. Приживется ли? Итак, каждый год пока, чуть не сказал, пока жив. Всем привет из Москвы. Так, Виктор. Уважаемые садоводы. Хочу поделиться своими наблюдениями. Ох, как я люблю эти наблюдения. Персик Хасанский, привитый, на улице вишню этой зимой, практически погиб. Ой, тяжело приживается, я вам скажу. А вот корнесобственная из Костя-Сегбродского, все живы и здоровы. Все сажал на холмы, не обрезал. Результат такой, какой есть. Хотелось бы услышать ваше мнение. Так, что я скажу. Значит, персик Хасанский, на улице вишни, у меня тяжело идет. У меня осталось одно единственное дерево. Осталось 20. Поэтому я не могу сказать, что вообще нельзя прививать. Весь идет о том, что вот сейчас у меня выжил, плодоносит, одна единственная персик, привитый, на улице вишню. Один единственный. Уже если я с него возьму веточки и привез снова на волочку, у меня уже будет целый клан их. Второе поколение лучше приживется. Это называется, сами понимаете, уже насыщение ментора по Мичурину. И постепенно еще поколение, еще поколение тоже пожелизовало. И тогда они будут прекрасно совмещаться. Прекрасный по двое. Так. В виде волочки и персик в виде привая. Все это будет впереди. Но этим надо заниматься. У меня одно есть. Я не стал с него срезать ни одной ветки. Не стал переносить. У меня есть полно волочных вишен. Не стал переносить. У меня нету. Я заменил с собой не один из тут. Но все с удовольствием страны я заменить не могу. Это тоже направление. Так же, как прививки персиков не так. Прививки абрикосов на сливы. Прививки сливы на абрикосов. Если абрикосы на сливы, значит, позже за цвету. Вспоминайте. Меньше грунтовой воды будут доставать. Все это надо. И почему поколение забыли. Но нету таких направлений. У нас есть сорта А. Скрытили с сортом Б. И опять в виде косточек, семечек. И попробуйте вы получить там вот такой вот. Вот. И все это бесконечно нудное, не нужное совершенно в стране работа. Вот тут стоило несколько лет всего позаниматься прививками. Тут же получить результат. В наглую печататься во всех крупнейших газетах. Первый этап. Вот так вот. В ря. А потом вдруг похватились, злобой окружен и все. Микрофон отключили на международной конференции. Много успел рассказать. И получается, что каждый из нас должен хоть что-то делать. Вот у вас получается так. Вы говорите. Хочу поделить свое наблюдение. Персик-Касанский на лучшую вещь и прививки. Это да, наблюдение. Теперь. Прививок еще на обличшую вещь для того, чтобы сто процентов получить хороший результат. Чего вы взяли, чтобы хороший результат? Может, погибло. Надо этим работать. Кстати, Константин Ильич, это весной, пожалуй, холодную погоду. Даже летел снег. Это может как-то отрицать, доправлять на этот период. Хорошо, может. Нам нужно обязательно сокодвижение. А иначе как они друг другу-то слипнутся? Что такое сокодвижение? Особое состояние дерева, лечебное, когда оно включает все свои резервы. Оно вдруг делает сок лечебным, абсолютно напичканным самым современными антибиотиками. Скажем так, для них, не как для нас, у деревьев такие же антибиотики. Оно лечит от зимних поломок, от морозобоин, от всего, от каждой дырки, от каждого из слова. Оно лечится. И в этот момент мы, пользуясь этим, только, я не беру никогда, там есть привыки летние, есть осенние, есть даже зимние. Берем только раннюю весну, когда вдруг становится тепло, и сок начал бешеный. Ведь, представляете, это же чудо, когда вот береза. Дырку проковыряю, ничего нет. И вдруг только весной прямо аж ручей из нее течет. Это особое состояние, когда вымывается все, все эти самые токсины из нее, все, омолаживание происходит. И мы этим пользуемся, и в этот момент сращение происходит максимально качественно. Значит, что получается? У вас, видите, как? Весной прорвал холодную погоду, летел снег. Ну, и все равно вата привали. Как я, я тоже начинал, даже зимой, при минус, ну, при нулю, при минус пяти. Когда торопился, при минус десяти привал. Ну, что он накрыть бутылкой, помните мой метод? И там уже не ноль, а плюс десять. Там уже не минус десять, а солнышко уже плюс пять дает. Помните, вокруг вытаивал снег, вокруг бутылок? Вот. И получается, что, скорее всего, у вас результат был не качественный. Из-за того, что вы рано начали. Иван Мо. На Ютубе в комментариях написали, видимо, по торфейным горшочкам фото были сделаны после полива. Фото после полива. А, ну, нормально. Наверное, после полива. Я тоже так подумал. Чтобы бутылки не болтались и не улетали пришпелить их шпажками. Это когда прививка к земле. Ну, такие фотографии мы и видим. Он написал, соединение поверено. Вот. Пожалуйста, я вас прошу, чтобы кто-то мне позвонил и сказал, вы меня слышите или нет. А то получится, что я в пустоту говорю. Уже такое бывало. Жду звонка. Соединение восстановлено. Завращаю звонок. Спасибо. Спасибо. Так, телефон волчит. То ли продолжать, то ли меня никто не слышит. Слушай, Олег Олегович. Сейчас, сейчас. Я хочу, чтобы все вас слышали. Говорите. Вчера высаживал стратифицированную вас ранетку, сливу китайку и уссурийку. Значит, по уссурийке схожесть, после стратификации хвостики полезли. Скорость порядка 98%. Это что, еще раз? Груша уссурийская. А, которая у меня месяца закончилась. Думал, никому не надо. Я, 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 я еще осенью заказываю. А, ну да. Я уже ученый, поэтому знаю, что надо заказывать сюда ранее. Ага. По Ранецке 90% скорость. Да. Слива китайская 70%. Так, давайте теперь это, учите, учеба есть учеба. Значит, назначаю вам ответственный заместитель по этим самым, по научной части. Итак, значит, вы все брали в сухом виде, правильно? Сухом. Значит, по порядку. Уссурий, эти самые, сливы, короче, сколько времени стратифировали? А, сразу по цену нового года. Все правильно, три месяца, понятно. Так, теперь, эти, яблоньки. А, яблони, яблони вместе с грушами через три недели. То есть, вы яблоням и грушам дали три недели? А, нет, через три недели после слива. Ну, то есть, в феврале. Первая декада, в феврале. Я обычно яблони позже, я уже в марте их. А у вас все? Ну, мы и знали, вот, второй год подряд, и второй год у меня отличные результаты. Так. Температура в холодильнике замеряла, стоит градусник плюс четыре и плюс пять. Кстати, это оптимальная температура для этих, именно для культурных растений. Они не выносят совсем холод. Они могут закапсулироваться и не взойти. Не потому, что мертвы. Так что, у вас оптимальная температура для культурных растений. В холодильнике я специальный не использовал. Обычный бытовой, там, где все продукты. Я выделил себе полку. Там, на этой полке у меня все статифицируется. И просто поставил туда градусник, смотрю, плюс пять. Тут, понимаете, еще в студии моих наблюдений очень важна влажность песка. Потому, что сроки можно сдвигать как пораньше, так и попозже. Но вот с влажностью можно и переборщить. Тут уже только исключительно опыт. А вы же на вебинарах не сможете передать человеку, какой влажности. Надо, чтобы он сам попробовал. Я, понимаете, я рискую. Я говорю, шесть-семь к одному. Ну, человек, может, после этого не взойдет. Он скажет, ты плохой учитель. Страшновато. Ой, Олег Олегович, спасибо за хорошие новости. Я всегда переживаю. Был случай не один, а несколько. А ни одна не взошла. Значит, скорее всего, был сухоматый песок. Вот и все. Да, это скорее всего. Я буквально еще одну праздную. Я самый первый год, когда у вас заказывал, я делал так. В одну банку чуть-чуть посуше. Ну, одно и то же. В другую банку чуть-чуть повлажнее. И в третью уже совсем влажнее. И все, я подписывал банк. И смотрел, в каких банках лучше всего прорастает. И? Где не загнивает. Где не загнивает. И уже исходя из этого делал вывод. И какой вывод? Ну, я по рукам ощущаю так, чтобы был влажный, но не мокрый. Ну, а я же не могу это вербально передать другим слушателям. Это вот надо, чтобы каждый человек как-то талтили. Ага, не выйдет ничего. Меня ругали за это. Вы нам дайте точно цифры. А, ну, с удовольствием, это творческая работа. Поэтому тут математические расчеты не всегда помогают. Так, Олег, спасибо. Да, ну, всего доброго. Всего доброго. Спасибо за учет. Так вот, когда наши придут, вот такие, как Олег, будут этими самыми чрезвычайными комиссарами в этих всех учреждениях, которые работают только на это. На директорскую зарплату. И больше ни хрена от них ничего не надо. Нет, ну, я же живу для того, чтобы метро с абрикосами и персиками привезти к Аншиной, поставить, сказать, вот, вот, привет вам от Живлисова. Ну, да, скорее всего, так и будет. Еще и персики к тому же. У вас вот-вот персики пойдут. Ну, почему вот-вот. Они все в цветочных почках. Так я и говорю, вот-вот. Ну, и Казанский, и Минусинский. И с Макаровым я подружился. Его персик пытаюсь размножать. Так что все хорошо. Ну, ладно, короче, это, мечтать не вредно. Ну, и ладно. Грустно мне, что одни командуют, а другие, это, растят. Все будет хорошо. Все, спасибо вам, будем продолжать глубина. Ладно, спасибо вам за звонок. Вы совершенно не спортили, а даже наоборот. Вы помогли, спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok